Друзья, всем привет! Я Димас, вы на нашем канале Кукс Бразер Хукс, оператор Антон. Что-то мы с ним сидели так и решили сделать пельмени. Посмотрели, что у нас на канале нет пельменей. Сделаем пельмени обычные, вообще без всяких заморочек, стандартные, как мы их представляем, как видим. Для этого нам понадобится, естественно, мука, просеяли 400 грамм, вода 200 мл, одно яйцо, масло растительное, соль, ну, естественно, и фарш. Взяли свинину, пропустили через мясорубку, соль, перец добавили, чуть водички добавили, чеснок добавили, лук добавили, репчатый зеленый добавили, петрушку добавили свежую. Обычный получился фарш, замечательный такой. Можно использовать говядину, баранину, что вы любите, разные специи. Мы ничего не добавляли специи, кроме соли, перца и вот зелени с чесноком. Так что сейчас приступим к замешиванию теста для наших пельмешат. Вливаем воду, добавляем яичко, столовую ложку масла растительного и соли, 3 четвертые ложки чайной. Все, и сейчас будем замешивать аккуратно все. Естественно, будем муку использовать для присыпки нашего теста. Куда без этого. Поумешиваем обычное из теста стандартное и продолжаем руками замешивать. Присыпаем нашу доску немножко мукой и уже переходим здесь замешивать. Ну, умешиваем 5 минут примерно, пока не станет прилипать. Как говорят, профессиональный пекарь, главное не забить мукой тесто. Не признает, что такое, но у нас, наверное, так получится. Ну вот, тесто уже начинает не прилипать. Прикладываем обратно и накрываем пленкой. Ну и все, убираем минут на 30. Тесто отдохнуть в прохладное место. Ну вот, у нас прошло 30 минут примерно. Тесто отдохнуло. Сейчас припудрим мукой. Взялаем колбаску. Четыре части разрежем. Что у нас вот получится. Тесто, в принципе, хорошее, мягкое, хорошо катается. В холодных условиях тесто у вас будет не очень хорошее. Тесто, я посмотрю. Ну, отлично хватает. Вот, сочиним. Кладем на ночь. Наше приспособление. Вот и как бы начинаем по нашим сотам раскладывать наше мясо. Грамм по 10, даже меньше. Чайная ложечка удобная. Не жидись, давай побольше кладем. Ну вот мы раскатали второй пласт. И сверху. Аккуратно накрываем его. Прижимаем края. Аккуратно прижимаем. Уминаем как бы туда внутрь наш фарш. Чтобы он провалился. Вот, и потом скалкой просто. Вот так раскатываем. Продавливаем туда пельмени. Да и излишки теста убираем просто. Да и стучим просто, они выскакивают. Ну, не все одинаково скакивают, конечно. Ну, вот что-то такое получается у нас. Порвались, конечно. Много, да. Ну, брак есть во всем производстве. Ну, вот такие пельмеши получаются. Домашние зато вкусные. Куда без брака в отечественном производстве. Ну вот, ребят, мы налепили чуть пельмешек. Сейчас будем их варить. Вода закипела у нас. Накидаем перец горошком, лавровый лист. И немножко воду присаливаем. Столовую ложку. И закидываем пельмешки наши. Говорят, надо после всплытия варить где-то минут 5-3-5. У нас уже некоторые всплыли. Так что точно варим минут 5. Накроем крышкой. Подождем какое-то количество времени. Ну, визуально все будет видно, как они сварились-нет. Ну, все, вот у нас прошло тут примерно минут 5. Они начинают уже так сжиматься. Это главный показатель, что пельмешки наши готовы. На вид интересный, смешный, как мозги. Как мы всегда, ребят, перешли нашу пробу. Нашего блюда, что у нас получилось. Добавим маслица. И попробуем наши пельмешки. Что на вкус, как они. Нормально вообще. Если кто пельмени лепит постоянно, знает, как это вкусно, домашние пельмени. Также маслица, кетчуп, майонез, любые сурса добавляете. Тесто приятное получилось, неожиданно для меня. Только что такой рецепт простой советских пельменей, как раньше делали, в домашних условиях, помнил детство. Сейчас редко делаю, но делаем иногда. Увидимся в дальнейших наших выпусках. С вами был Димас, вся банда во главе с Антоном. Все, давайте, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok